Добрый вечер, добро пожаловать на специальный выпуск шоу Такера Карлсона. Все случилось быстро. Администрации Байдена потребовалось около полутора лет, чтобы разрушить американскую экономику и ввергнуть страну в рецессию. Теперь они не признают, что у нас рецессия. Они дали этому слову новое определение, так же как словам демократия, расизм и женщина. Но вам не нужно знать значение этого слова, чтобы понять, что происходит. Если вы живете здесь, вы видите это каждый день. У нас рецессия, экономика замедлялась весь год. Реальные зарплаты на рекордно низком уровне, и в то же время уровень инфляции высокий как никогда для большинства американцев. Так что называйте это как хотите, но это рецессия. И это страшно. И они игнорируют это. Мы проведем следующий час, расследуя, как именно это произошло. Как они так быстро обвалили экономику, и что это значит. Для ответа на эти вопросы мы поговорим с людьми, которые действительно разбираются в экономике. И мы совершенно не имеем в виду наиболее авторитетных экономистов, которые, как и эксперты в здравоохранении, за которыми мы наблюдали последние два с половиной года, основательно опозорились и дискредитировали себя. Год назад, когда Джо Байден говорил, что вакцины предотвратят заражение или передачу ковид, его спросили «Эй, что произойдет, если мы войдем в рецессию?» В ответ, как он неизменно делает, Джо Байден воззвал к очень компетентным экспертам. Смотрите. Мы также знаем, что по мере оживления нашей экономики, мы наблюдаем некоторое повышение цен. Некоторые люди выразили тревогу, что это признак устойчивой инфляции. Но мы так не считаем. Наши эксперты полагают, и данные показывают, что повышение цен в основном ожидаемо и рассматривается как временное. Каждое слово прочитано с экрана. Годы спустя мы будем смотреть на это и думать. Не могу поверить, что он был президентом Соединенных Штатов. Но вдумайтесь в то, что помощники написали для него. Эксперты, на которых ссылается Байден, действительно одни из самых уважаемых фигур в экономической науке. Два месяца спустя, в сентябре прошлого года, 17 лауреатов Нобелевской премии по экономике подписали письмо, в котором призывают Джо Байдена потратить как можно больше денег. Цитата. План построить лучше, чем было, трансформирует экономику США в более эффективную, не представляя при этом инфляционной угрозы. Так что просто потратьте больше денег, взятых из воздуха, напечатайте их, и никакой инфляции не будет. Так сказали лауреаты Нобелевской премии по экономике. Даже чайники в экономике смеются над этим. Кстати, не только эксперты. Глава Федерального резерва Джером Пауэлл сказал то же самое. Цитата. Входящие данные вполне согласуются с мнением, что инфляция снизится, как мы и хотим, сказал Пауэлл. Это же идиотизм! И это оказалось неправдой. Примечательно, что вы понимаете, это не просто некомпетентность, они сделали это специально, по их реакции, когда этих так называемых экспертов разоблачили как мошенников. Ни один из этих выдающихся обладателей Нобелевской премии не извинился за письмо, или даже не объяснил, как они ошиблись в расчетах. Они по-прежнему говорят, тратьте больше денег! И это не повлияет на инфляцию. Потому что, когда у вас намного больше денег, их стоимость не меняется. О, потому что спроса и предложения не существуют. Они все говорят это, некоторые даже обращают внимание. Но большинству все равно. Они далеко в стране либеральных грез, их беспокоят права трансов. Федеральный резервный банк Сент-Луиса, например, один из крупнейших финансовых институтов, он входит в систему Центробанка. В нем проводятся исследования чего? Того, какая денежная политика лучше всего поможет избежать коллапса в экономике. Так можно подумать, но они занимаются не этим. Весь прошлый месяц, и мы не выдумываем, банк Сент-Луиса размышлял о равенстве. Термину, который никто по-настоящему не может определить. Но определенно это значит, что ваша жизнь, дамы и господа американцы, станет гораздо хуже. И так, как приказал Джо Байден, равенство сейчас приоритет номер один для Федерального резервного банка Сент-Луиса. Годы спустя об этом напишут книги, и никто не поверит. Но это реальность, взгляните на их сайт. Вот некоторые статьи на первой странице блога банка Сент-Луиса. Цитата. Расовые и этнические различия в доступе к помощи при COVID-19. COVID-19, расовый, этнический и географический раскол, роль многообразия в общественных институтах, сокращение расового разрыва в занятости для молодых людей без высшего образования. Это не учебная программа факультета социологии в Брэндайсе. Это Федеральный резерв. Это люди, отвечающие за денежную политику и предотвращение краха в Америке. Но они игнорируют свою работу. И вместо этого играют роль преподавателей университета Брэндайса. Это безумие. И они все еще так говорят. После того, как стало совершенно ясно, что инфляция невременна, Дженет Йеллен, министр финансов, бывший глава ФРС, которую следует судить за то, что она сделала с экономикой США, выступила с речью не об экономике. Она министр финансов, нет! Об изменении климата и о том, почему изменение климата важнее спасения США. Мы цитируем. Мы должны удвоить наши усилия по декарбонизации наших экономик, сказала Йеллен в своем выступлении в Атлантическом совете. Имейте в виду, Дженет Йеллен ничего не знает о климате. Она не может пользоваться механической коробкой передач. Она ничего не знает о материальном мире. Но вот она болтает об изменении климата и декарбонизации. Зачитывает все глупые модные аргументы, о которых хотела услышать аудитория Атлантического совета. И она продолжает делать это. «Мы замедляемся», сказала она. «И это не затрагивает. Слишком много секторов экономики», говорит Дженет Йеллен. Смотрите. Это не экономика находится в рецессии. Но мы находимся на этапе переходного периода, когда рост замедляется, и это необходимо и уместно. И мы должны расти устойчивыми и стабильными темпами. Итак, есть замедление, и бизнес это видит. И это правильно, учитывая, что у людей теперь есть работа, и у нас есть сильный рынок труда. Но сейчас вы не видите никаких признаков. Рецессия – это широкомасштабный спад, который затрагивает многие сектора экономики. У нас просто нет этого. Хорошо. Давайте проясним. Дженет Йеллен – совершенно некомпетентный работник. Нанятый по признаку позитивной дискриминации, который нанес серьезный долгосрочный ущерб США, как глава ФРС. Теперь она делает то же самое во главе Министерства финансов. И все же никто никогда не призывает ее к ответу. То, что она говорит, не имеет смысла. Она даже не может предсказать инфляцию, когда другие люди знали, что она грядет, основываясь на модели расходов федерального правительства. Продолжайте тратить деньги. Это то, что она говорит. Об этом говорят все в администрации Байдена. Глава АМР, Саманта Пауэр, она вернулась, заявила, что нехватка удобрений в мире – это на самом деле хорошо. Голод – это хорошо, потому что это означает меньше выбросов углекислого газа. Никогда не позволяйте кризису пройти даром, сказала она. В Белом Доме даже не делают вид, что их волнует развал американской экономики. Они не беспокоятся о поставках нефти. По сути, они продают нашу нефть нашему главному мировому конкуренту – Китаю. Они не беспокоятся о фондовом рынке. Они не могут сказать, что растет, что падает. Они даже не могут определить рецессию. Единственное, в чем они уверены, так это в том, что все в порядке, за исключением транс-сообщества, которое страдает от вашего фанатизма. Вот наш пресс-секретарь. И в том, как мы видим фондовый рынок, ничего не изменилось. Это не то, за чем мы следим каждый день. Какую последнюю информацию о ситуации с детским питанием получил Белый дом? Да, позвольте мне посмотреть, есть ли у меня что-нибудь новое для вас. Президент не возражает, что часть этой нефти, предназначенная для внутренних потребителей, направляется за границу. Я не видела этот отчет, так что мне, честно говоря, нужно изучить его и посмотреть, что в вашем заявлении является правдой, и посмотреть, что именно происходит. Я просто не видела отчета. Он не преклонен в том, что рецессии не будет. Я имею в виду, что это не наше определение, верно? Мы говорим об определении НБЕР. И какое именно определение рецессии дает Белый дом? И опять же, нет, мы... Я не буду давать определение здесь. Мы не дадим определение рецессии. Мы не собираемся признавать, что это происходит. И они не признают. И никто их к этому не принуждает. Вот что они говорят. Это неприемлемо. Если только вы не совсем предвзятый экономист, вы должны признать, что происходит. Но те высококвалифицированные этого не признают. Они обвиняют Путина. Они обвинят 6 января. И, конечно, по основному вопросу о том, в беде ли экономика, осталось очень мало людей, которые это отрицают. Угроза экономического спада потрясла потребителей и владельцев малого бизнеса. Недавний опрос, проведенный Goldman Sachs, показал, что 93% малых предприятий боятся рецессии. Я думаю, что вероятность рецессии очень высока. Когда мы были в такой ситуации в прошлом, за ней, по сути, всегда следовала рецессия. Мы действительно пришли к явно перегретой экономике. И влияние этого перегрева на инфляцию было больше, чем можно было предположить, основываясь на прошлом опыте. Есть много причин, по которым нас ожидает серьезная рецессия, серьезный долговой и финансовый кризис. Коэффициенты долга исторически высоки. Итак, если Ларри Саммерс, который буквально обвинил в инфляции восстание 6 января, и Пол Кругман, который ошибался во всем и еженедельно унижает себя в Нью-Йорк Таймс, если они признают, что экономика в беде, то это действительно невозможно отрицать. Мы достигли предела отрицания. Взгляните на этот график. Обратите внимание, что прямо перед рецессией 2008-го индекс потребительских цен рос точно так же, как и сейчас. Цены шли вверх, пока не рухнули. Почему это происходит? Это случается по простой причине. Товары становятся слишком дорогими для людей, чтобы их покупать. И тогда ВВП падает. МВФ также предупреждает. Теперь они предсказывают глобальную рецессию уже в следующем году. Что будет тогда? Продолжение следует...